Прошу называть меня сегодня Ваше Сиятельство Владычица Морская. Обалденно красиво, конечно. Всем привет! Сегодня я для вас подготовила своего рода видео-открытие, потому что я буду показывать вам бренд, который является новым для меня. Раньше я его не пробовала, ни одного продукта у меня в коллекции не было от этого бренда, но он не новый на рынке. И речь сегодня пойдет о британском бюджетном бренде Berry M. Как мне кажется, я набрала достаточно много косметики, и преимущественно сегодняшний макияж сделан как раз-таки этим брендом. Как всегда и как в любом бренде, я нашла и плюсы, и минусы, и какие-то супер-хиты, которые прям вообще запали мне в душу, и так и более такие как бы среднестатистические обычные продукты. Все, как всегда, демонстрирую на лице, в макияже, и давайте к этому и перейдем. Для глаз, как мне кажется, я выбрала очень красивую палетку, которая просто идеально подходит на осень. Ну или если, в принципе, вы любите такую гамму, то никто вас, конечно, ко времени не привязывает, вы можете сделать макияж в любое время года. В общем-то, палетка называется Fall in Love, и здесь 10 матовых оттенков теней. Как видите, эти оттенки больше склоняются в такую более насыщенную гамму, что-то более такое смоки сразу представляется, когда видишь эту палетку. Что касается вот этой половины палетки, то она мне очень понравилась. Получаются такие красивые, насыщенные, глубокие макияжи, и у меня это, конечно, сразу же вызывает ассоциацию с осенью, осенними красками. Что же касается качества этих теней, то я ими вполне осталась довольна. Я считаю, это тени приблизительно уровня Revolution, то есть с ними можно сделать очень хороший макияж, они не плешивят, они легко тушуются. Насыщенные оттенки достаточно насыщенно и переносятся на века. Единственное, вот этот самый темный оттенок, и такая же проблема есть и у Revolution, он не настолько прям супер пигментированный, что, знаете, вы набираете вот этот темно-серый, и прям вот такой темно-серый переносится, то есть его нужно будет наслаивать. Но в целом палетка, конечно, очень неплохая, и вот каждый раз, когда я делала с ней макияж, мне очень нравилось, что у меня получалось. Что у меня получилось сегодня на глазах, вы уже видели в начале видео. Я вот сейчас пока еще не уверена, что точно я буду делать, но, скорее всего, это будет такой вот более насыщенный красновато-коричневый смоки. Как видите, с пигментацией и насыщенностью этих теней проблем нет. И мне не нужно было в миллион раз наслаивать, в принципе, все достаточно быстро, весь макияж делается без проблем. И вообще, такую формулу теней я очень люблю, и всегда ее рекомендую для тех, кто не очень хорошо еще пока растушевывает тени, потому что эти тени растушевывать очень легко. Они не ставят пятна, и если у вас есть какая-то вот такая пушистая кисть, то проблемы 100% с растушевкой не будет. И я сейчас начала делать такой огненный смоки, потому что я хочу дополнить его кремовыми тенями тоже от Barry M. И эти кремовые тени называются Holographic Eyeshadow Topper. Я взяла себе оттенок номер один Супернова, и это просто восхитительный оттенок теней. Это те тени, которые зажгут любой макияж. Вот вы можете сделать любой самый скучный, самый банальный макияж с такой классической растушевкой, но если вы добавляете вот это на века, то у вас сразу получается праздник, дискотека и карнавал. И, кстати, он тоже обалденно подходит для того, чтобы выделить зеленые глаза. И я не знаю, видно ли вам сейчас все эти переливы, но это просто потрясающий красивый оттенок. Он играет и зеленым, и золотистым, и какой-то голубовато-лазурный оттенок я в нем вижу. В общем-то, потрясающие просто тени. Если у вас зеленые глаза, вот обязательно добавьте его в корзину. Пускай лежит. В следующий раз, когда будете оформлять заказ, закажите. Тени стоят не очень дорого, но они просто потрясающе играют, с зелеными глазами очень их подчеркивают. А на нижнем веке я сейчас буду повторять те же матовые оттенки, начиная от коричневого, заканчивая этим бордовым. И хочу также на центр века, нижнего, нанести опять эти же тени, для того, чтобы создать вот этот зеркальный эффект. Мне кажется, очень красиво должно получиться. Давайте вот как раз попробуем с вами, что получится. И мы с вами готовы двигаться дальше. Следом я буду наносить тональную основу от B&M, которая называется All Night Long Full Coverage Foundation. Сразу скажу, что этот тон меня очень сильно удивил, потому что я думала, он мне совершенно не понравится, что он будет матовым и плотным. Но в то же время, с одной частью я угадала, он таки матовый, но он совершенно не плотный. Он наносится настолько легко и настолько как-то красиво втушевывается в кожу и сидит красиво на коже, что меня это, конечно, очень впечатлило. И даже учитывая то, что я не люблю матовые тональные основы, но вот это сидело именно красиво. Как здесь и указано, у тональной основы достаточно плотное покрытие, но, кстати, что ее отличает, это то, что покрытие такое достигается с тонкого слоя, то есть ее не нужно наслаивать. Это ни в коем случае не штукатурка, которая, знаете, вот создает, вроде бы, казалось, лицо манекена, но в то же время чуть ближе подойдешь, при дневном освещении посмотришь и уже снешься просто. Из минусов могу отметить две вещи. Первая из них это состав. Состав здесь, конечно, не идеальный. На втором месте в составе циклопентасилоксан, это токсичный силикон. И также на четвертом месте здесь тальк. Поэтому, если у вас есть чувствительность к тальку или если у вас проблемная кожа, то это, наверное, будет не лучшим выбором для вас. И также мне не нравится аромат этой тональной основы. Он очень такой яркий и химический, ну, лично мне совершенно не нравится. Консистенция этого тона достаточно жидкая и текущая. И мне кажется, что именно по этой причине он так тонко и ложится. То есть консистенция абсолютно не плотная, но в то же время, видите, я вроде немножко совсем нанесла на щеку, но сразу перекрытие очень сильное получается. Пигментные пятна, какой-то постакне, прыщики перекрываются с тонкого слоя, я бы сказала, сразу процентов на 60. Если нужно прям полное покрытие так, чтобы совсем уже новую кожу создать, то тут лучше, наверное, все же консилером отдельно воспользоваться. Ну и как все силиконовые тональные, очень хорошо он тоже сглаживает текстуру лица, особенно какие-то расширенные поры. Вот на носу у меня просто сейчас практически идеальная текстура получилась. Еще одна особенность этого тона заключается в том, что он, когда усаживается, то немножко темнеет, потому что когда я просто ставлю кляксу на лицо, то тон выглядит так, как будто он будет слишком даже светлым для меня, а потом, когда я растушевываю, он как раз идеально подстраивается под оттенок моей кожи. Ну и вот, я сейчас нанесла этот тон, смотрю на себя в зеркало, и я не вижу, что что-то нанесено на лицо. Такое впечатление, что это у меня просто своя кожа, такая красивая, матовая, бархатистая, как персик. Абсолютно не липкий, то есть вот он уселся, и такое впечатление, что я трогаю сейчас свою кожу без каких-либо дополнительных слоев или пленок. И что касается его стойкости, то тоже у меня абсолютно никаких претензий здесь нет. По крайней мере, на моей нормальной, склонной к сухости кожи, он держится как прибитый целый день, он не блестит в конце дня, он не разрушается. Ну, разве что, если конкретно там тереть какие-то участки, там, я не знаю, может подбородок или нос, то, конечно, он сотрется, но в то же время, если лицо не трогается, вот он очень хорошо держится на протяжении дня. И шелушение как-то мне не подчеркивает, по крайней мере, вот нанося спонжем и вот так вот похлопывающими движениями, наоборот, вся текстура сглаживается. Поэтому был бы у него состав чуть получше, он бы мог даже стать моим фаворитом в плане матовых тональных основ. Но вот для меня лично его состав немножко все портит, это такая, знаете, ложка дегтя в бочке меда. Для лица я взяла себе вот такой вот наборчик, это средство для скульптурирования лица. Здесь два стика, называется это Flawless Chisel Cheeks Contour Creams. Набор этот состоит из темного контурирующего стика и светлого. Конечно, если бы темный продавался отдельно, я бы светлый не покупала. Я бы не сказала, что в нем есть какая-то потребность, потому что темный стик растушевывается достаточно хорошо. И я, когда впервые его увидела, мне показалось, что он будет таким как бы скользким, гелевым, но в то же время он скорее такой вот более плотный, восковый. И если вы такой стик купили или после этого видео захотите купить, то мой вам совет, ни в коем случае не наносите такие средства вот в зоне, где именно должна быть уже финальная коррекция. Я имею в виду, например, тоже скуловую впадину. Кремовые текстуры всегда наносите на скулу, то есть выше немножко, чем скуловая впадина. И вот я вам сейчас покажу. Он очень пигментированный, очень насыщенный. Почему нужно наносить выше? Потому что после того, как вы растушуете, вы залезете им как раз туда, куда вам нужно. А если вы сразу будете наносить в скуловую впадину, то опуститесь ниже и, соответственно, получите неправильные черты лица. Как видите, сначала все было очень страшно, потому что оттенок такой насыщенный, текстура такая достаточно плотная, но в то же время растушевывается очень быстро и, я бы сказала, красиво. То есть не оставляет никаких ни пятен, ничего такого. И изначально, когда я впервые им пользовалась, мне прям страшно было. Я так наносила совсем по чуть-чуть, а сейчас я уже такая, знаете, дерзкая и наношу сразу много, потому что знаю, что растушевывается очень хорошо. И на вот этой, кстати, матовой тональной основе тоже растушевывается хорошо. Абсолютно никак это средство тон не срывает. И в то же время не растушевывается в ничто такое, которое абсолютно не видно, которое просто впитывается в спонж. А вот без светлого этого стика я бы 100% могла бы обойтись. Ну, ладно, давайте в качестве демонстрации просто вам слегка его продемонстрирую. Сейчас нанесу под скулу для того, чтобы сделать более жесткую коррекцию. Хотя на самом деле я бы лучше оставила так, как было. Ну, короче говоря, вот эта вот штука для меня лично бесполезная. И я бы не использовала вот этот стик для того, чтобы там вот где-то треугольники здесь рисовать, высветлять центр лица или где-нибудь на лбу им рисовать. Потому что, ну, для этих зон как-то не очень красиво, как-то немножко плотновато выглядит. И, как видите, я вот сейчас вот его нанесла. Я не знаю, как вам, но мне это нравится меньше, чем то, что было до этого. Ну, и дело, конечно, за вами. Оставить так или дополнительно что-то еще нанести. Я имею в виду сухие какие-то корректоры или бронзеры. Я, наверное, все же нанесу, потому что глаза очень выразительные и хочется тоже, чтобы все остальное лицо соответствовало. Сейчас я быстренько это сделаю, и мы с вами будем заполнять брови. Для бровей я взяла вот такую вот штукенцию. Называется это Dual Ended Brow Wand. С одной стороны здесь карандаш треугольной формы, а с другой стороны гель для бровей. Оттенок я себе взяла medium. У этого продукта мне понравилась сторона с гелем для бровей, потому что он очень хорошо держит форму, которую вы создаете. Он реально мне больше напоминает лак для волос. То есть действительно настолько хорошо фиксирует, что даже волоски становятся такими, знаете, твердыми, как после лака. Но в то же время, если у вас плотные волоски, такие непослушные брови, то вот такая штука хорошо будет с ними справляться. Для меня может быть даже это немножко перебор. Что касается карандаша, ну вы, наверное, знаете, если вы не впервые на моем канале, я не фанат вот таких вот треугольных плотных карандашей, потому что я люблю, когда карандаши очень тоненькие, маленькие по типу Анастасия Брау Биз. Вот такие я бы не сказала, что совсем неприменимые, конечно, но в то же время, ну вот как-то просто это личное предпочтение, наверное. Они мне меньше нравятся, потому что они сразу больше наносят продукта и не создают такие тонкие линии, а создают просто как общую своего рода тушевку в бровях. Кому это и нужно, вот кто любит вот быстрый эффект, вот такое вот заполнение брови, тому, конечно, понравятся больше вот эти треугольные. Щеточка тоже, как видели, у геля маленькая, мне кожу не пачкает, и вот такой вот шухер на бровях создает очень легко. И последнее, что мы сегодня с вами будем использовать, это набор для губ. Называется он Matte Liquid Lip Paint and Lip Liner, и я себе взяла оттенок 923. Здесь в этом наборе все как в названии, карандаш для губ, а также матовая жидкая помада. Когда я выбирала, мне показалось, что это будет вот такой вот классический нюдовый оттенок, но застывает на губах, он немножко более серо-лиловым каким-то цветом. Что касается карандаша для губ, то это классический деревянный карандаш, но он мне, кстати, понравился. Я ожидала, что он будет более жесткий, более такой царапающий, но в то же время абсолютно нормальный карандаш, хорошо рисует, хорошо создает форму, очень похож на маковские карандаши, кстати. И давайте покажу вам вот эту жидкую помаду. Я уже, честно говоря, отвыкла от таких текстур, потому что это очень, очень матовая помада. Она наносится кремовой, но она моментально, как будто вот эта вот влага выветривается, и остается просто наглухо матовый оттенок. При этом, конечно, если губы у вас не подготовлены, это будет жутко сушить, и вообще, в принципе, она очень стойкая, но в то же время вот есть этот матовый такой дискомфорт, с которым приходится мириться. И вот не успела я докрасить губы, нижнюю губу накрасила, начала красить верхнюю, и при этом нижняя уже полностью высохла, то есть, если вот так вот сделать, вот ничего на палец не переносится, помада уже полностью высохла, и все, никуда не денется. Что могу сказать вам в заключении? На мой взгляд, бренд неплохой. Это действительно такое бюджетное открытие для меня, и, как мне кажется, я нашла несколько хитов этого бренда. В первую очередь, конечно, хочу отметить вот эти вот кремовые тени, они просто потрясающе красивые. Также мне понравился этот тон, если вы не заморачиваетесь с составом, не обращаете на него внимания, и вам нравится декоративный эффект, который вы видите, то запросто я могу вам его рекомендовать. Тени тоже очень классные, и вообще, в принципе, и сама растяжка мне здесь нравится, не только качество теней. В целом, как мне кажется, не попалось мне ни одного продукта, который был бы откровенным гэ, который не хочется рекомендовать, который не хочется использовать. А на этом у меня все, я надеюсь, что это видео вам понравилось, если так и было, обязательно поставьте ему палец вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также можете сейчас посмотреть другие видео, которые вам рекомендуют YouTube, а если вы их уже смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней. и в моем новом выпуске